СПОРТ БЕЗ ПРИЧИНА Кучу гадостей наговорил Малиньяджи Лобову, а Лобов просто сказал, что отметелит Малиньяджи и проделает его голове пару дырок. Здесь не полная трансляция боя, потому что это запрещено, из-за этого кидают страйки. Так что кто не хочет словить спойлеров, ищите где-то трансляцию, а она кстати есть на Мачи ТВ, полностью записанная. Для всех же остальных погнали короткий обзор на бой. Бои в BKFC проходят достаточно быстро, 5 раундов, 2 минуты. Так как ребята просто разносят в клочья, во-первых, друг другу лица, а во-вторых, свои кулаки. Идеальное место, чтобы Артему Лобову разбить всем хлеборезки и стать самым популярным бойцом в мире. Легендой это уже стал, осталось просто победить всех. Как мы прекрасно знаем, Артем откровенный парень, спокойный, ну и самое главное, готовый принимать в будку. А для тех, кто не следил за карьерой Малиньяджи, то для себя открывает, что Малиньяджи-то в будку принимать не готов. И если еще в первом раунде ребята обменивались ударами, и хоть Малиньяджи и показывал, что он работает вторым номером, как-то сильно откровенно уходить от боя он еще не начинал. И в начале, в первых раундах у Лобова были проблемы с тем, чтобы догонять Малиньяджи. По крайней мере, тот успевал, видимо, отвелосипедить назад и что-то еще навешивал. Лобов у нас не ортодоксал, иногда меняет стойки у нас. И с каждым раундом начинает забирать все больше очков, а Малиньяджи становится все хуже и хуже. Мне кажется, его работа на ногах больше выглядит как семенение. При каждом удобном случае он начинает вязаться, чтобы, конечно же, Лобов с его диким размахом рук эти дикие кувалды по 30 сантиметров с каждой стороны не доставали до его головушки. И со временем этот бой начинает напоминать попытку Малиньяджи просто выжить против нашего дикого тарана Лобова. В отличие от Малиньяджи, который присылает идти в размен и пытается работать абсолютно вторым номером, что по итогу мне кажется проще, чем человеку с его размахом рук, я имею в виду Лобова, пытаться таранить его соперника. Ну и стоит учитывать, что человек, который работает на контрах, всегда имеет, мне кажется, мое личное мнение, более простую жизнь, чем человек, который пытается реально идти в размен. Так что Лобов здесь показывает не только свою готовность биться, а еще и доминацию в техническом плане. Потому что все перемещения Лобова с ударами в итоге достигали цели. В конечном итоге это уже превратилось в легкое фрик-шоу, потому что последние раунды Малиньяджи начал просто дико велосипедить. А к конечному раунду уже просто избегал боя. Он в буквальном смысле уже отскакивал от Лобова, не хотел идти в размен, вообще ничего не хотел делать. Начал клинчевать при любом удобном случае. Как Лобов и обещал, он рассек Малиньяджи в нескольких местах башку. В конечном итоге парни обнялись, что-то друг другу сказали, но запись была плохая. Это вам не UFC-ха. Все-таки стараюсь воспринимать людей, которые заходят на ринг как гладиаторов, не мне их судить. Но Малиньяджи немножко испугался Лобова. Ставь Лукас, если болел за легенду, потому что по решению судей, единогласному, кстати, Лобов победил. Зацените, как Малиньяджи удивился. Хотя чему удивляться, даже по боксерским правилам я уверен, что Лобов набил больше очков. Малиньяджи всем показал, что он сохранил зубы. Видимо, это его главное достижение. Ну а Лобов становится медленно и верно сверхпопулярным парнем в России. А условия этого конкурса очень просты. Нужно подписаться на канал и комментировать все видосы, которые выходят за это время. А в конце я определю на стриме победителя. Желательно, чтобы все комментарии были тематическими. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И надеюсь, вы победите. Мое уважение Легенде, показал красоту. Ждем от него будущих боев. А с вами был Спорт без причины. Подписывайся на канал, ставь лукасы. Ждем вас снова. Субтитры сделал DimaTorzok